В принципе, одесситный народ удивительно традиционный. Вот был город третьего России в начале века, и всех всё устраивало, и никаких тебе претензий на столицу. А юмор, это уже после. Это когда Сиротский переулок в Октябрят превратили, а Шарлатанский в Пионерскую улицу. Или вот когда пляж Лонжерон, что на месте дачи бывшего генерал-губернатора, комсомольским нарекли, по радио сто раз на день объявляли, а люди упорно шли на Лонжерон. Ну, с улицы 1905 года так просто анекдот. Три раза исполком решение выносил, что, мол, она уже не Тираспольская, а вы приедьте и спросите. Недавно власти старые названия возвращать начали. И теперь только одесситы и узнали, что полирояль, место отдыха такое у оперного, полсотни лет сквером Дарви начислилась. Уже реабилитированы Троицкая, раньше Ярославского, Воронцовский, бывший Краснофлотский переулок. Гостиница Одесса снова лондонская, а Микояна теперь опять Садиковская. Перемены, правда, наполовину. Ведь вместо площади Советской Армии снова Соборная, хотя и без Собора, а вот Преображенский Собор еще без Преображенской улицы. Нету, наконец, улицы 5 декабря. Но соавторы Сталинской Конституции еще в чести. Правда, временно. Старые названия не подошли. Академического тупика нет, а вот тупиковый Пролетарский еще остался. Нету уже лагерной, но ударников рекордные, трудовых резервов еще ласкают слух. А вот Метрополитановский переулок, как и Дорстроя улица, есть, а в жизни все наоборот. Не улыбнуло счастье, улица Тундык-Тхана снова стать обсерваторной, как и французскому бульвару, помните из песни о Косте-Моряке. Он все еще пролетарский. Но времена меняются. Уже есть кафе на Ришельевской, хотя улица официальная еще Ленина. Надо заметить, что одесситы не держат зла на вождей, но склонны все же увековечивать память больших людей на новостройках. А старым улицам? Вернее, носить два имени. Время оставить наиболее подходящее.